Когда зимой Машенька с Давидиком спит, я здесь сплю, а Даша спит с Сонечкой вот здесь. Пять лет назад Марина приехала с двумя дочками и маленькими внуками в Урзуф на отдых. После этого вернуться в родной Перевальск в Луганской области они смогли только через несколько месяцев. Началась война. Мне позвонили и сказали, что уже все, ничего там нету дома, все разобрали, все кирпичики, не то, что уже туда снаряд попал, это с Дебальцева как раз, она возле Дебальцева недалеко и все. У Марины был хороший дом, хозяйство, свое небольшое кафе. Собственными силами она вырастила двух дочек. С началом войны перебрались в Сартану, потом в Мариуполе снимали квартиру. Эту зиму они провели в годочном гараже. Еще у Марины диагностировали рак. Рак – это очень страшно. И очень много требует денег, очень много. Лечение очень дорогое. И вот это мне все потянуло вниз. Мы одни жили на гараже, вот тут вот. У нас, правда, вот сторожа, дай бог им здоровья, они нас поддерживали. Кто-то принесет еще, вот там, допустим, обогреватель, кто-то там еще как-то. И все время спрашивают, ну как вы, как детки, не померзли, не померзли. Мне очень обидно. Очень обидно то, что я же не виновата в том, что я осталась вот без жилья. Мои дети тоже не виноваты. Старшую дочь Марины вместе с детьми пригласили отдыхать на море. Сегодня тут только младшая – Мария. Она учится в Сартанской школе. Там ее друзья и учителя, которые поддерживают. Дарят одежду и книги. Тяжело, да, конечно, очень тяжело. Не хотелось бы, конечно, такого, как бы это, и морально, и физически все тяжело. Владелец соседнего гаража Владимир удивляется, как Марина с детьми выдерживают такие условия жизни. Двое детей дошкольного. Один ребенок школьного возраста. Все женщины. Как жить? Я вообще не понимаю, как они вообще выживают. Вот не понимаю я. Марина обращалась в департамент по работе с активами. Но там ей в феврале сказали, что недостаточно баллов. О каких баллах может идти речь? Инвалид второй группы, малолетние дети, что я, что дочка, матери-одиночки. В гараже живем с детьми, и у нас баллов не хватает. У меня такая обида была. Я не видела дороги, когда я оттуда ушла. В Мариуполе существует бальная система получения жилья для переселенцев. На баллы влияет количество детей, возраст, наличие инвалидности, официальное трудоустройство и другое. Необходимые документы нужно предоставить в ЦНАП или обратиться в департамент по работе с активами. Баллы эти все суммируются, группируются, и в зависимости от этого мы выдаем жилье. Там система прозрачная, кто больше баллов набрал, это у нас общая таблица перемещенных лиц, и она сортируется по балльной системе. Теперь в очередное право предоставляется работающим, во-первых. Поэтому не надо смотреть, где работает дочка, официально ли она трудоустроена. И надо смотреть состав семьи дочери. Если у нее двое и более детей, это плюс 22 балла. На сегодняшний день в очереди на жилье в Мариуполе стоят 680 переселенцев. В департаменте пообещали, что готовы встретиться с нашей героиней и попробовать помочь с получением жилья.